Найс Если вы еще не подписались на этот прекрасный канал Обязательно исправьте это Итак, вот что я могу сказать Насчет ваших работ Они прекрасны Я серьезно, я не шучу Я серьезно так думаю Мне безумно понравилось то, что Все работы абсолютно разные А этого было сложно добиться Особенно с учетом того, что палитра И основные предметы на иллюстрации Были одинаковыми для всех Тем не менее, это вам не помешало Добиться того, что в каждой работе Было свое настроение и свой особенный почерк Почерк Если это можно, конечно, так назвать Я специально не стала говорить О каждой работе отдельно Так как комментарии были бы достаточно однотипными Ох, как красиво Ой, как интересненько Ой, какая милая девчуля Ну то есть Какого-то разнообразия вы от меня бы не услышали Поэтому я все аккуратненько Так скомпоновала Просто знайте, что каждая работа Каждая выложенная работа Действительно вызывала у меня писк Писк радости Кстати, я многим обещала рассказать О сути иллюстрации И ответить на вопрос Касающийся глаз моих персонажей Если говорить о смысле этого рисунка То тут все достаточно просто Птицы, выходящие из волос Олицетворяют мысли и идеи человека А скворечник Да, это скворечник То, что над некоторыми из них Стоит задуматься всерьез Ведь они могут перевернуть Вот жизнь этого человека В правильном русле Говоря проще Не все ваши сбалмошные и глупые Какими они могут показаться В начале идеи И мысли действительно являются таковыми Некоторым птицам В кавычках Выходящим из вашей головы Нужно передохнуть в скворечнике В кавычках И тогда они Набравшись силы Полетят намного дальше остальных На самом деле Мне очень сложно Объяснить то, что я имела ввиду Надеюсь, вы хоть что-то поняли Может быть, у вас тоже Возникало такое чувство Когда в голове у вас Невероятно много мыслей Но собрать их в один Сложенный текст Вообще не получается Вот, привет Это моя ситуация Также я думаю Что вам нужно знать о том Что одним из тех Кто вдохновил меня На эту иллюстрацию Был Эдвард Энтони Дженнер Он изобрел лекарство от ОСП В начале даже Лондонское королевское общество Было против его новаторства Но как мы в итоге знаем Именно его прививка Которую он изобрел Вела к тому Что спасла кучу-кучу народу То есть он подготовился Выложил свои мысли На бумаге более четко И па-па-пам Вот вам лекарство от ОСПа, ребята Ну, также Одними из тех Кто вдохновил меня Стали еще Аристотель и Пифагор Которые утверждали Что Земля круглая Ну, то есть Можете себе, да, представить Что если бы Они отложили эту идею И сказали Да нет, это бред какой-то Как она может быть круглой И не стали бы над ней задумываться То прогресс Явно бы задержался На несколько десятков лет Если вообще Не больше Также многие задавали Мне такой вопрос Почему на всех Моих рисунках У людей пустые глаза Ну, начнем с того Что не у всех Вряд ли вы заметили Но когда я рисую Живых людей То есть Которые действительно Существуют Если это не персонаж Из фильма Например, вот я рисовала Юнги Или себя в челлендже От пары художников Я обязательно рисую зрачки А своим персонажем Никогда Это сложно объяснить Да я и не уверена Что на самом деле Хочу мусульить эту тему Просто скажу одну фразу Глаза Это зеркало души Можете воспринимать ее Как хотите Но истинное означение Пусть останется в секрете Что ж Большое вам спасибо Если вы смотрели видео До этого момента Вы настоящие герои Я надеюсь Что вам понравилось оно И тем более Я надеюсь Что вам понравилось Участвовать В челлендже От меня Большое всем спасибо Ну, на этом все Всем пока-пока